всем привет привет друзья сегодня у нас второе сентября на улице у нас более-менее хорошо вот вчера шел дождик такой но не сильно конечно моросил я работала катя ушла у меня в школу к 11 часам вот ну в общем отработала допоздна пришла и вот сегодня проводила катю в школу у меня сегодня выходной день и я решила провести съездить на рынок что-нибудь прикупить не могу я просто так скоро у нас закончится рынок последние денечки можно так сказать и хочется что-то новенькое прикупить еще посадить приобрести не могу я без этого никак не могу поэтому что я прикуплю себе обязательно обязательно вам покажу друзья вот иду вот по своей улице к остановке машины у меня нет к сожалению мужа тоже поэтому приходится ходить пешком вот смотрю у нас тут травку скосили свежо так дышится но вообще очень хорошо прямо тепло наверное градусов 20 20 уже с утра ну как с утра время наверное 11 часов вот долго спим конечно пришла поздно с работы наверное в двенадцатом часу только с работы пришла и вот пока выспались ну в общем покажу что вам прикупила посмотрите какая красота я вот вижу адениуму здесь продают это вообще такая можно сказать редкость у нас почему у вас адениума свет 800 и по 1000 вот такие лапочки уже набирают цвет посмотрите красивые вам рекламу я вам сделаю посмотрите герани пеларгония здесь еще гортензия очень красиво конечно скоро они уже все до вода какого числа до 12 сентября они все и рынок закрывается что здесь у нас луковичные тюльпаны продают вот посмотрите по 10 рублей тюльпанчики маленькие такие вот есть по 40 рублей тюльпаны большие уже такие головочки хорошие розы продают все на цвету люблю ходить на рынке вообще меня просто вдохновляет вот рассада без бутонов 250 рублей такие вот уже достаточно большие розы а здесь вот всякие хвойники можжевельники туи посмотрите какая прелесть необычное такое все что это такое как как это называется сейчас мы спросим как это называется это канадская сосна посмотрите какая прелесть не видела такую но очень красиво смотрится очень красиво он тоже посмотрите уже с шишечками даже сейчас я попробую приблизить посмотрите какая прелесть ну ценник наверное конечно обалдеть какой обалдеть береза вон на штамбе гейхеры вот тоже травка интересная какая прелесть ну вот здесь уже гортензии у нас начались каких только нет очень красиво конечно смотрится да конечно какой вам маленький обзорчик сделаю пока еще есть время скоро этого ничего не будет хризанты эмки посмотрите продают вот здесь вот я смотрю корейские сорта присутствуют мультифлоры светочка привет снимаем ролик сейчас мы тебя про рекламируем светочка здесь стоит на центральном рынке я у нее очень часто покупаю гортензии посмотрите бересклет какой вереск красивый бересклет какой вересклет какой вересклет какой гортензии гортензии какие локсы красота страшная сила приезжайте смотрите пока приезжайте к светочке привет 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 посмотрите какая красота какой дефект красивый ты до какого числа работаешь до снега работает приходите прелесть а вот посмотрите чудо-то какое махровое сколько у тебя такое чудо 350 500 300 рублей луковичка это махровые есть вот такие обычные видео какой-то у меня есть а вот махрового нет красота красота а вот астры альпийские махровые очень красиво смотрится шариком таким здесь у него хризантемы всякие разные так сколько тебе вот такое чудо 100 рублей от 100 рублей вот такое чудо я себе прикуплю ты сказал от 100 рублей давай для леночки для леночки привезу ну вот съездила я на рынок вот не смогла опять пройти мимо набрала 5 всего-всего друзья мы будем показывать смотрите что я прикупила прикупила я вот такую гортензию это бесконечное лето махровая не знаю не было у меня никогда такой гортензии махровый но вот решила прикупить посмотрим что из этого получится бесконечное лето у меня обычно есть до розовая шапками а вот такой у меня нет прикупила прикупила буду сохранять ее дома пересаживаю дам ей другой объем обязательно пересажу потому что этого объема уже мало уже конечно здесь у нее пошли молоденькие отростки посмотрите сейчас они немножко отрастут и я даже смогу взять несколько череночков с этой гортензии обязательно возьму обязательно вот смотрю уже это гортензия готовится к спячке посмотрите какие уже хорошие почки вот эти листочки если она сама не сбросит я ей помогу сбросить я вот так обрезаю оставляю пенечки эти пенечки потом сами отваливаются то есть таким образом я помогаю гортензии сбросить листья и уйти в спячку что я еще купила будем сейчас показывать так сейчас купила я вот такую полынь друзья честно не знаю никогда у меня не было полыни но вот почему то мне она понравилась она такая достаточно знаете как изумрудного цвета что ли мягкая такая какая-то необычная мне кажется если ее посадить ее в это большой горшок она мне кажется будет красивым таким шариком стоять но вот не знаю будет ли она в горшке зимовать или нет но мне кажется полыни она такая как вам сказать как сорняк скажем так вот не знаю попробую если я смогу разделить вот эту вот полынь я постараюсь одну посадить в грунт часть одну постараюсь посадить все-таки в горшок посмотрим что у нас из этого получится просто я хочу чтобы вот такой был седой шарик да из полыни чтобы его можно было переставлять туда-сюда этот горшок вот посмотрим полынь и полынь так купила вот такой я клейматис пшивеньки пшивеньки конечно ну не знаю другого не было вот мне понравилась расцветка я купила купила посмотрим посадим конечно что теперь вырастет не вырастет надеюсь что вырастет так что я еще купила сейчас у нас начался сезон сентябринок вот этих альпийские астры которые у нас сейчас вот посмотрите какую прелесть я купила посмотрите это махровая альпийская астра есть с открытой серединкой желтая а это прямо махровенькая и она вот ее весь предел вот это ее высота хочу сказать что оказывается что очень много наименований сортов я имею ввиду даже если в цветок будет похоже они бывают разного роста то есть повыше пониже там средний рост то есть высокие всякие разные но вот я люблю конечно мне предложили много сортов вот именно с таким цветком но я вот как бы предпочитаю все-таки более миниатюрные такие шариками чтобы они были типа как мультифлорат фризантема то есть чтобы они вот такими маленькими шариками были но не красота ли? красота просто очень красивая очень красивая у меня кстати несколько сортов есть но более с открытой серединкой у меня есть голубая и есть у меня розовая такая знаете розово-сиреневая по-моему есть вот что я еще сейчас покажу купила купила вот такую вот ромашку хризантемную вот видите лист у нее как у хризантемы смотрится она как ромашка и вот именно сейчас да если у нас уже ромашки скажем так отцвели да то вот эта ромашка она смотрится как шариком тоже такая маленькая аккуратненькая и много много цветковая то есть смотрится красивым шариком вот обязательно ее посажу мне очень нравится такого именно плана вот я вам говорю шариками то что и это цветет очень красиво и потом я очень люблю ромашки она очень сильно как говорится ромашка и ромашка так что я еще купила сейчас набрала конечно много всего гелиопсис ой вот такой зацепился сейчас друзья вот такой гелиопсис я купила с варегатным листочком посмотрите очень красиво у меня такого нет то есть я вот первый раз попробовала попробовала купила посмотрим что получится разрастется дай бог но я знаю что они неприхотливые и что их много всяких наименований сортов и все но вот это мой первый как говорится вот такой вот с варегатным листочком тоже как ромашечки красиво смотрится и лист красивый и цветочек красивый скажем так так пошли дальше вот такую вот я купила сейчас покажу это тоже считайте с открытой корневой системой я купила не закрытым буду сейчас высаживать это у нас получается сентябринка наверное сентябринка вот с таким вот розовым ну подвяли цветочки конечно я попросила цветочки потому что мне надо было снять ролик я попросила мне отломили дали вот под завял конечно цветочек вот такой тоже махровенький он и такой ну красивый такой ярко розовый насыщенный цвет вот представляете такая сентябриночка да будет ну это же красотулечка девочка так так купила я вот такой безвременник сейчас мы его развяжем очень необычный вот если в сиреневые уже распускаются вот эти вот у меня есть обычные сиреневые такие красивые которые знаете да вот только сейчас начинает вылазить и распускаться луковичные вот продают еще махровые ну пока я на махровый еще не рискнула но вот на такой я рискнула безвременник вот так вот так он смотрится посмотрите друзья котенок покажи пожалуйста посмотрите он смотрится как вот прям подснежник такой нежно нежный такой очень нежный вот она его луковичка продавец сказал что лена лет года три-четыре точно пока не дели не пересаживай ему надо нарасти ну понятно дело такую малышку надо чтоб она наросла вот но смотрится конечно как подснежник очень красивый когда уже большинство цветов отцветает да то вот это вот прелесть начинает вылазить и себя проявлять так что я еще ой вытаскивать все не буду друзья вот так вот в мешке покажу это вот посмотрите это называется китайский гладиолус да вот обычно у меня есть оранжевые такие желто оранжевые цветочки но вот с таким цветком я честно говоря никогда не видела вот прикупила прикупила и даже он мне несколько горшочков подарил то есть она говорит лена забирай тебе как подарок вот такой вот подарок мне ну красивый правда же очень красивый ну вот алмазик тут опять прискакал не может так алмазик ну вот такие вот подарочки подарочки покупочки которые действительно согревают душу и это наверное последние цветочки уже я имею ввиду что вот осенью то что можно высадить наверное больше я покупать не буду потому что ну как бы и время поджимает и все ну может быть конечно хотя я говорю говорю все равно нет да что нибудь куплю вот такая я ну в общем кому понравился наш ролик да мазичка позже ставьте нам лайки нажимайте на колокольчик и всем скажем пока 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 пока